На прошлой неделе на городских дорогах была обнаружена новая альтернативная версия дорожной разметки, которая обозначила белыми стрелками люки, ливневки и прочие дорожные неровности. Кто ее наносит и зачем, мы разберемся в сегодняшнем сюжете. Выяснить, кто же рисует новую разметку, оказалось не так трудно. В интернете появились фотографии и мы связались с их автором. Им оказался дневропетровский велосипедист Игорь Кочет, который накануне здорово упал с велосипеда, вскочив в скрытую под лужей яму. Он возвращался домой во время дождя. На вид дорога гладкая, такая как стекло, все отлично. Но под лужей воды оказалась яма, куда я встрял колесом, улетел через руль, поцарапывал себе коленки. И вот эта ситуация такая, такая дурацкая, что это какие-то ямы из-за вот этих вот проблем, из-за черных дыр, которых не видно никак на дороге. И, собственно, сподвигло то, что взял баллончик с краской и начал эти просто ямы обрисовывать. По нашей просьбе велосипедист продемонстрировал, какими последствиями может набернуться заезд в продольную ливневку. Показываем на практике. Безобидная с виду ливневка, которой очень много в нашем городе. Краснепедист, который не заметил там дождь или за машиной, вот подъехал, встрял в ливневку и улетел. То есть шансы выехать из этой ямы, но после никаких. Человек улетит через руль на проезжую часть. Непонятно, кто их проектировал, но аналогия – это огромная яма в асфальтовом покрытии. Игорь действует не один. Как выяснилось, в городе существует целая группа небезразличных людей. И уже целый ряд улиц получили новую разметку. Среди них улица Байкальская, Коруна, Малиновского и даже частично проспект Карломаксо и проспект Калинина. Очень приятно, что действует не один. Так получалось, интересная ситуация, у меня к мысли возникло, вот это вот, ну, я обрисовал. И там буквально вечером человек мне это написал в комментариях, ну, я выложил фотки, написал в комментариях, что они тоже обрисовывают люки. Вот, и вот буквально вчера встретился с ребятами. Вот, и тоже там совместно покатались, немножко это все дело пообрисовывали. Рисующих не пугают возможные проблемы с законом. Они твердо уверены в том, что безопасность важнее. Понятно, что это как бы не согласовано там с гаишниками, да, это понятно. Но ямы же тоже не являются частью дорожной разметки, частью инфраструктуры. Поэтому я думаю, что так как дорожная разметка служит для того, чтобы сделать безопасным передвижение по дороге, соответственно, мы таким образом делаем, ну, действительно, альтернативную разметку для того, чтобы сделать передвижение по дорогам более безопасным. Активисты отметили, что часть маркированных дорожных ям уже закрыта. Местами добровольцами из живущих поблизости людей, местами дорожными службами. Совпадение или нет, не знают. А вдруг открытый люк, который на дороге просто открытый люк, кто-то его прикрыл бетонной плитой и на Кассиора тоже там досточками заложили, тоже открытый люк. То есть очень приятно, что, ну, не знаю, то ли коммунальные службы, то ли люди, которые неравнодушны, у которых есть там те же досточки заложить, ну, спасибо большое этим людям. Сергей Шишкин специально для городского сайта «Город Дипиё».